Сегодня я покажу один из моих любимых сайтов, с которых я покупаю и перепродаю товар, а также как я запускаю этот сайт в тактиковый арбитраж. Это Sierra, это Outlet. Сюда попадают товары уже с пониженной ценой. Часто я беру здесь одежды, товары для спорта, бьюти, как я его запускаю в тактиковый арбитраж. Это очень-очень просто. Итак, Product Search. Вот сюда веб-сайт я ставлю Sierra. Справа у нас загрузились категории этого магазина. Я вот сюда нажимаю Select All. И вот так все категории в данном случае, они загрузились. Я нажимаю Add to Book. Здесь я включаю Cash Only. Что такое Cash Only? Это значит, что другие продавцы уже сканировали этот магазин. И эта информация возьмется только из кэша. Почему я это делаю? Потому что у тактиковый арбитраж есть ограничения по минутам в количестве 40 тысяч минут. Вот давайте посмотрим. Сегодня у нас 24 марта. Начался период отчета этих минут 12. Вот 10 тысяч уже потрачено. Они тратятся, знаете, очень-очень быстро. Поэтому, когда я сканирую абсолютно весь сайт, чтобы мне не тратить вот эти лимиты, потому что тратится огромное количество на такие сканы, я всегда запускаю только кэш. Вот здесь я ставлю Cash Only. Здесь вы видите все, что у меня стоит. Если по настройкам тактиковый арбитраж есть отдельные видео, они будут в описании. Если у вас еще нет тактиковый арбитраж, то ссылка будет в описании. Ссылка аффилиатная. Пострируясь по моей ссылке, вы поддерживаете меня как создателя этого контента. Я имею возможность благодаря этому выкладывать его бесплатно для вас. Спасибо, что поддерживаете меня. Фильтров у меня обычно практически нет. Здесь у меня пусто. Дальше. Remove. Я убираю только продавцы, которые продают, такие как мы. Продавцы могут продавать, например, на Таргете, на Вомарте. Есть такие сайты, где есть возможность продавать с третьим лицом. Я не покупаю таких продавцов и вам не советую, поэтому у меня вот здесь стоит активно. Все остальное, как вы видите, у меня ничего не заполнено. И я тоже вам не советую сильно фильтровать. Лучше не дофильтровать и отфильтровать позже, чем перефильтровать и получить ноль на выходе. Source title. Ничего не заполнено. Cost fees. Здесь вы ставите свою стоимость упаковки товаров. Стоимость упаковки товара у вас будет в зависимости, пользуетесь вы препом, либо не пользуетесь. Если вы пользуетесь, то вот здесь будет, например, сколько упаковать одну штучку, сколько упаковать товар, который превышает размеры, оверсайз. Это опять-таки в зависимости от вашего препа будет цена. Здесь упаковка, несколько товаров, например, это там три шампуня. И вот здесь стоимость за один паунд. Это отправка от вашего препа, либо от вашего дома до Амазона. Здесь у меня стоит 50 центов за паунд. Можно в килограммах, если вы в Европе. Можно в паундах, если вы в Америке. Я в Америке, поэтому у меня стоит в паундах. И дальше мы ставим, значит, ROI. Я ставлю 3 доллара и 40%. Тут у всех разная стратегия придерживаться больше ROI, меньше ROI. Я вот ставлю 40. Это моя какая-то такая оптимальная цифра. Хотите, ставьте больше. Хотите, ставьте меньше. Просто имейте в виду, что чем больше у вас будет ROI, тем меньше у вас будет товаров, соответствующему этому ROI. Здесь у меня стоит, смотрите, Амазон не настолько активно. И вот здесь, если категория неизвестна, стоит активно, что я хочу видеть эти результаты. Amazon UPS Matches. Это значит, что, например, один UPS может быть несколько листингов. Допустим, это один товар, например, бутылка воды. У вас может быть несколько листингов, несколько вариантов. Например, одна бутылка воды, либо, например, две бутылки воды, либо три бутылки воды, 6, 12, 48, сколько угодно. То есть я хочу видеть все эти листинги. Я ставлю, что это активно. Все, больше я ничего не ставлю. Вот все, что вот у меня есть, я показала. Это мои настройки всегда. Иногда я могу поставить больше ROI, чуть иногда меньше, в зависимости от магазина. Но в остальном у меня все одно и то же. Я запускаю Search. Вот он у меня пошел сканировать. Вот здесь мы видим количество товаров, которые он просмотрит. Так как это кэш, этот поиск происходит быстро. Наш поиск закончил свою работу. И давайте посмотрим, что он нам нашел. Заходим вот сюда в Product Search и View Data. Нам показывает 840 товаров он нашел. Это не значит, что они все хорошие, что мы их все купим. У меня вот эти вот столбцы расположены так, как вы видите. Вы можете вот так зажать левую клавишу и передвинуть их. Либо вы можете сделать вот сюда Manage Columns и вот так их передвигать, например. Что-то тут точно так же вы можете отключить, включить. На что я смотрю? Я смотрю на картинки. Иногда вы сразу видите, что это не совпадение. Если я вижу вот такой график, полутора миллиона рэнка, то я такой обычно не открываю. Потому что это время. Зачем? Я сразу вижу, что высокий рэнк. Трудом какие-то продажи, поэтому я пропускаю. То есть тоже нужно научиться как бы быстро проходиться по этому результату. Как вы видите, с одного магазина он нашел нам практически тысячу. То есть огромное количество информации, через которую вы будете регулярно проходить. Каждый товар я не открываю. Если вы продаете с Амазоном, то, соответственно, открывайте. У меня есть видео продавать либо не продавать с Амазоном, на что обращать внимание. А если не продаете, ну, соответственно, пропускайте. Обувь, да, вот в районе 200 рэнк сейчас, особенно перед летом. Такое можно посмотреть. Эти размеры, да, 10-11. Давайте посмотрим, сколько здесь. Калькулятором я пользуюсь Seller Assistant App. Две недели вы можете попробовать абсолютно бесплатно по моей ссылке в описании. Если вы решили приобрести это, я получу небольшую комиссию. Вам будет скидка 20 долларов по моей ссылке. Да, вот это вот какой-то цвет такой интересный. Давайте посмотрим, например, размер 10. Это работа с вариациями, да, так как тут несколько пар обуви, несколько размеров. Про вариацию у меня тоже есть видео. Я его поставлю в описании. Это стоит вот 139 долларов. Здесь у нас сколько? 69. Вот получается профит 40 баксов. Дальше, что я смотрю? Я смотрю, насколько эта цена идет на постоянной основе, да. То есть я смотрю самую маленькую. Самая маленькая вот у нас была 55. Естественно, при 55 мы теряем деньги. Я смотрю историю исторически, да, сколько цена была, сколько было продавцов. Сейчас мало продавцов, поэтому и цена такая высокая. Сейчас у нас конец марта. Соответственно, скоро начнется сезон. В принципе, я бы покупала этот товар, если бы я продавала обувь. Я не продаю обувь. Опять-таки, я не истина в последней инстанции. Я не хочу, чтобы вы равнялись на меня. Я вас призываю все пробовать. У меня есть партнерша на Амазоне, и она продает обувь на регулярной основе. Я бы пробовала и делала свои выводы. Первую мы нашли. Вот, пожалуйста, ничего сложного. Единственное, да, что я многое что пропустила, да, потому что я сразу смотрю на какие-то вот на рынки, на цены и так далее. Там Амазон на листинге, есть ли продажи. Грубо говоря, я смотрю, чтобы вот были вот такие линии. Что-то вот такое, я такое не хочу видеть. И такое я не открываю. Ну, вот еще одну обувь. Давайте откроем и потом посмотрим что-то другого типа, да. Не буду останавливаться на обуви, потому что не все ее продают. Так, 36, 38, 39. Очень интересные европейские размеры. Наверное, европейская обувь изначально. В Америке будет вот это вот, грубо говоря, то же самое, только будет шестерка, восьмерка, девятка. Так, одинаковая или одинаковая. Правильно все нашел. Сколько здесь? 40 баксов. И какой размер? Так, 36, 38, 39. Ну вот, 8,5, 9. Здесь в американских размерах, а здесь в европейских. Ну вот он будет соответствовать 39. Вот 39 размер, вот он продается за 79 долларов. Еще раз смотрите по вариациям, чтобы он продавался. Рэнк, ну отличный рэнк для обуви. Это просто вообще супер, конечно. Так, и сколько? 40 баксов. Сейчас давайте посмотрим, посчитаем. 40, вот 19 долларов профита, 47 ROI. Если я поставлю, например, с налогом, 7,5. Sales Tax, да, то вот он поменялся. 16 долларов, 37 ROI. Так, нашли. Ну, я думаю, что ничего сложного, правильно? В чем частую ошибку делают? Те, кто начинает только. Вы ищете не с тех магазинов. Вы начинаете там с Walmart, с Target. Это такие магазины перегретые, где очень трудно что-то найти, чтобы это не упало в цене. В Арбитраже там около 900 магазинов. Вы, если просто все пройдете, вы найдете свои магазины. Я вам гарантирую. Просто не надо начинать с Target, с Walmart. Не надо. Да, вот начинайте. Вот, пожалуйста, Sierra. Вот я вам показала. Вот регулярно сканируйте этот магазин. Ладно, обувь пропускаю. Ну, вот здесь грустный график. Я такой не хочу смотреть. Здесь как бы тоже такое себе. Ну, здесь... Так, это у нас леггинсы. А здесь... Странно, что он соединил два. Ну, да, это вот Jacket. Это Miss Match. Ну, то есть не совпадение. Да, ошибку сделал. Давайте посмотрим вторую страничку. Ну, тут я сразу вижу, что другая модель. Мне нравится. Рэнк хороший. Давайте посмотрим купальник. Со временем вы будете проходить через вот эти листы очень быстро. Вы не будете открывать каждый товар и над ним сидеть несколько часов. Вот такое пропускаем. И какие-то категории товаров. Допустим, если вы не продаете стекло, вы их тоже будете пропускать. О, рюкзак. Вот это прикольно. Опять-таки, вот здесь график не самый лучший, да? Но так как я знаю, что скоро начнется вот этот сезон, когда люди ходят в походы, я бы вот такой товар посмотрела, потому что скоро все начнется. То есть сейчас он, возможно, медленно продается, но скоро начнет продаваться хорошо. Так, размер 28. Спида. Спида хороший бренд, если он у вас открыт. У меня он открывался автоматически. Можете открыть с инвойсом автоматически. Это значит, со временем вы просто будете запрашивать на ангейт какие-то бренды, и они у вас автоматически будут открываться. Без инвойса. 28. Давайте посмотрим, сколько стоит. Вот 48 долларов. 25. Вот если с налогом, то вот профит получается 8 баксов с хвостиком. 32% ROI. 510. 110. Я сравниваю, чтобы это был одинаковый товар. Вот, пожалуйста, сколько... Три вилки мы уже с вами нашли, да? Сколько я это видео записываю там? Ну, 10 минут, грубо говоря. XSS. 129 баксов. 245. Mystery range. Вот тоже Mystery range. Тут women. А здесь тоже для женщин. Единственное, вот он открыл medium-large. Такое бывает. Опять-таки машина ошибается. Мы на то, чтобы это все перепроверить и исправить. Размер. 40 литров. Тоже 40 литров в спасном покипе. Ну, здесь он будет профитный. 130 баксов. Смотрите. 130. Даже с моим налогом 7,5%. Вот 38 ROI. 55 долларов профит, да? Год. Sales range. Включим. Я бы такое покупала. Если вы не боитесь брать дорогие товары, ну, из-за возврата, да? Я бы такое продавала. Я продавала много рюкзаков. В принципе, возвраты... Ну, я не могу сказать, что какие-то огромные. Хороший товар. Кто продает? Два. Смотрим, кто продает. Потому что один продавец. Mystery range. А, сам бренд продает. Но сейчас он не продает. Тут вопрос, будете ли вы продавать с брендом. Если вы хотите мое мнение, то, скорее всего, я пас. Я с брендами не люблю продавать. А так, был хороший рюкзачок. Обувь, обувь, обувь. Обувь, обувь. Бетаки рюкзак. Здесь не очень. Вот этот хороший график. Мамут. Видите? Тут как-то все грустненько по кипи. Такое себе. Но продается все равно. Такое, если бы я брала, то там парочку, чтобы не больше. 20 литров. Рюкзаки в литрах почему-то. Ну, не то, что почему-то, но если вы их еще не продавали, то часто вот рюкзаки в походы, они указываются в литрах. Camera backpack. Camera backpack. 25 литров. А здесь 20 литров. Видите? Вот, давайте переставим на 20 литров. 124, а здесь 70. Смотрю, чтобы одинаковый был. Да, 70 баксов. Так, давайте поставим. 70 долларов. ROI всего 12, но такое себе. Я бы такое не брала. 9 баксов. Опять вот этот mystery range. Если я уже, например, обнаружила, что этот бренд, например, продает на Амазоне, и я не хочу соревноваться с брендом, то я уже следующие листинги, например, я пропускаю, потому что я знаю. Либо, например, я открыла, а там IP у этого бренда, и я не хочу рисковать, допустим. Я тоже тогда пропускаю этот бренд. То есть я не буду уже открывать и тратить время на эти листинги. Хочу какой-нибудь другой товар найти. Eagle Greek. Вот он очень часто его Амазон продает. Естественно, задешево. Колумбия. Прикольно, но, по-моему, это не то. Даже по таким маленьким картинкам я вижу, что вот здесь совсем другое. То рубашка, а то футболка с длинными рукавами. Spider. Spider хорошая фирма, но IP выскакивает на них. Ну, давайте посмотрим косметику. Очки. Кто-то тоже продает очки без проблем. Я не продаю. Так, 7,99. Gellie Glass. 0,34 унции. IP выскакивает. Посмотрим. 11,65. Здесь, конечно, не профит, если это 7,99. А, ну, кстати, здесь больше. Смотрите. Здесь 11 баксов и плюс 5,35. Это дорога. Выигрывает BuyBox. Сейчас кто? FBM. Solty Chic. Solty Chic. Это значит, что FBM он отправляет напрямую. Именно у склады Амазона напрямую отправляет покупателю. Вот и получается 21. То есть, это еще раз дорога плюс цена. Вот если мы здесь введем 7,99. Ну, вот профит 5,360 ROI. Давайте посмотрим в данном случае, чтобы я смотрела. Цена, кстати, довольно-таки вот такая хорошая. 17 до 23, так как это вариации. Давайте посмотрим сначала, какая вариация продается. И потом посмотрим, разделяет ли Амазон BuyBox. 0,34 с какрусом. Вот 26 рейтинг и один отзыв. Отзывы – это когда люди пишут предложения. Рейтинг – это когда они ставят звездочки после покупки. Таким рейтингом все нормально продается. То, что IP показывает. Я смотрю, как правило, сколько продавцов на листинге. Во-первых, у меня есть IP-алерт. У меня есть IP, встроен в Seller Assistant App. Я смотрю на оба. Я смотрю, когда это было. Все вот эти проблемы были в 2021 году. На дворе у нас 2023. Меня вот это не смущает, даже если показывает IP. Вы можете придерживаться другого мнения, но я вам рассказываю, как я рассуждаю. То есть я смотрю сначала, что окей, IP. Потом я смотрю здесь, в каком это году было и что. Это именно было. Тоже видео по этому поводу есть у меня на канале. Что означают вот эти треугольники. Каких боятся, каких не боятся. Так как я вижу, что это все происходило давно. Я смотрю, сколько человек на листинге. На листинге довольно-таки нормальное количество продавцов. BuyBox статистик. Amazon разделяет BuyBox. 90 дней, 180 дней, 365. Я бы продавала такое. Ну и все. То есть посмотрели вариации. Посмотрели, кто разделяет BuyBox. Можно ли выиграть у Amazon. Давайте посмотрим, есть ли сейчас Amazon на листинге. Вот сюда я просто нажимаю. Кто на листинге. Давайте посмотрим, есть ли Amazon. Потому что по кипе он есть. Да, вот он здесь тоже есть. Смотрите, 21,47. И Amazon, как мы видим, разделяет BuyBox. Почему мы это видим? Ну потому что в BuyBox не Amazon. В BuyBox даже FBM. У него цена получается меньше. Получается... А, здесь он 21 посчитал. Даже если мы посчитаем вот здесь 17. Цена BuyBox. Все равно я не ухожу в минус. Он сейчас распродастся. Вот эти свои три штучки. Следующий BuyBox вот 16,99. И дальше уже идут цены нормальные. И вот так мы проходимся по всем страницам. Здесь у меня, я смотрю, сбился ROI, кстати. Потому что у меня был отсортирован от большего к меньшему. Будет вот так выглядеть стрелочка. Вот, смотрите, синенькая появилась. То есть мы с вами смотрели немножко в разнобой. Но это не страшно. То есть я смотрю с первой страницы. Ставлю ROI больше к меньшему. И вот так быстренько прохожусь. То есть я не трачу время, открывая каждый товар. Я смотрю на графики. Смотрю, что это за товар. Что это за бренд. И со временем ваш вот этот процесс, он будет становиться все быстрее и быстрее и быстрее. Понятно, что поначалу вы тратите много времени. Потому что для вас это новое. Со временем это будет гораздо быстрее. Все, тут можно проходиться еще вот 17 страниц. Но это видео тогда будет 4 часа длиться. Попробуйте то, что я вам сегодня показывала. Повторите просто за мной вот это видео. И напишите о вашем результате. Мне очень интересно будет почитать. Остались вопросы, пишите в комментариях. Если есть какие-то идеи по видео, что-то не получается, что-то не знаете, пожалуйста, тоже пишите.